Ребят, всем привет! Короче, вкратце я хочу сейчас поговорить о важной теме. В общем, коронавирус никого не отпускает. Скорее всего, так оно и будет проходить и продлится не меньше года. Сравниваю с испанкой, которая была в 18-19 году, чуть больше века назад. И вот, пожалуйста, прошло время и она возвращается. Можно назвать ее теперь китаянкой, потому что началась она именно с Китая. А испанка в свое время началась оттуда и распространена по всему миру. Сходства есть? Есть. Что страдают? Легкие. Легкие. Единственная разница, что тогда гибли там все подряд. И молодых очень много умирало там от 20 до 40 лет. Но сейчас тоже непонятно, как она себя ведет. То есть в Китае она относительно спокойно прошла, учитывая, какая страна большая. Италия сейчас вообще просто убивает людей на повал. В России пока еще температура нет. Она, так сказать, называемая китаянка, любит теплую погоду. 20-25 градусов. Италия, Испания этому соответствуют. Вполне. Может что-то еще, не знаю, почему именно там. Активность такая хорошая. Тем не менее, лето приближается. У нас на севере достаточно. Тоже лето может быть теплым. Поэтому есть очень большой риск. Поэтому людям надо как можно скорее уже начинать вот именно закрываться, так скажем. Да, стараться минимумы движений, массовых мероприятий должно быть. Да, сейчас государство что-то предпринимает. Но в любом случае, в больших городах, посмотрите, народ как ходил, так и ходит. Бабушки, дедушки как гуляли, так и гуляют. Никто серьезно не воспринимает. А все ведь на самом деле очень и очень опасно. Я сейчас тут панику не пытаюсь поднимать. Я просто как бы вас призываю оценить реальную обстановку. По 500 человек в день, когда в стране умирает, это очень серьезный признак того, что все может кончиться для нас, для нашей страны не очень хорошо. Поэтому давайте действовать по-моему. По поводу витамин. Кто их не употреблял, они сейчас вам уже не помогут. Поэтому если вы заболеете, вы там как-то антибиотики будут спасать. Не надо тут сейчас бежать за этими, за всеми прибамбасами. Заниматься спортом надо, надо. Почему? Укреплять сердце, иммунитет тоже крепчает. Может, когда у вас легкие будут, не знаю, на грани уже, у вас будет сердце, соответственно, работать усиленно. Он должен быть крепким. Поэтому занимайтесь спортом. Самое главное, ребят, алкоголь. Алкоголь, наверное, нужен, но в небольших количествах. Может быть, раз в месяц можно выпить, я не знаю. Ну, сами выбирайте, что. Главное, не больше. Пол-литра. Алкоголь, он тоже убивает. В том смысле. Но когда его очень много, он может сыграть, наоборот, эффект дать. Вот, поэтому так. Все, ребят, это все, что я хотел сказать. Прислушайтесь к моему совету. Я как второй помощник, тоже за медицину отвечаю. Работал в Малерийном районе. Знаю, что такое, когда опасность где-то рядом. Ты можешь в любой момент заразиться. И болезнь реально смертельная. Вот, неприятное чувство. Поэтому здесь то же самое. Вы, конечно, привыкнете, да, когда начнут люди болеть, кто-то будет умирать. Не будет уже внимания обращать. Но когда она уже перейдет именно вот реально в такую серьезную форму, когда будут сотнями человек в день хоронить, это страшно, ребят, даже представить. Кому не пожелаю, всеми в вашем здоровье. Думайте не о деньгах. Глубоко, конечно, с моей стороны говорить, но мне надо работать. Бросай, аж попал, мне повезло. Но опять же, да, еще вопрос, кому повезло, кому не повезло. Тут еще надо подумать. Поэтому вот. Все. Пока. Пока.